Работы над самым посещаемым местом развлечения губкинсов, новогодние каникулы, ледовым городком на финишной прямой. Площадь у Дворца культуры Олимп уже украшает наряженная 13-метровая елка. Вокруг нее завершаются работы по вырезке и декорированию ледовых и снежных фигур. Производится также подключение новогодней иллюминации, прожекторы, подключение иллюминации именно в Большой горке. Производится установка информационных щитов с правилами поведения на ледовом городке. По словам подрядчиков, ледовый городок будет открыт в срок. На площади у Дворца культуры Нефтяник также уже появились снежные фигуры в виде паровоза, гор, крепостей и современных домов. По задумке автора проекта Андрея Сахненко, здесь будет отражена история Ямала. Железная дорога – это как бы тоже символ Ямала. У нас покрываются все территории с помощью железной дороги. Осваивается у нас север, начался с железной дороги. Это вывоз материалов, людей и все прочее. Вот она как символ проходит от гор у нас. Это как бы хребет, уральский хребет до земли. Железная дорога будет проходить через переезд в виде сказочной крепости, а ее конечным пунктом станут постройки нашего времени. Они расположатся напротив входа во Дворец культуры Нефтяник и будут вырезаны в виде букв названия города. Надпись «Город Губкинский», то есть монолитно символизирует, слить, так сказать, дружбу народов. Вот, наше единственное северное богатство. По словам специалистов Управления организации строительства, завтра возле Дворца культуры Нефтяник будут заливать каток. До конца работы осталось всего пара дней. Запланированная дата открытия ледового городка остается неизменной – 22 декабря. Евгения Белобородова, Илья Квасов, Новости Губкинского.